Всем привет! В этом уроке мы с вами пройдем reported speech 1. He said that. Study this example situation. Изучите этот пример. You want to tell somebody what Paul said. There are two ways of doing this. You can repeat Paul's words. Direct speech. Paul said I'm feeling ill. Or you can use reported speech. Paul said that he was feeling ill. Вы хотите сказать, что сказал Paul. Есть два способа сделать это. Вы можете повторить слова Пола. Пол сказал я плохо себя чувствую. Или вы можете использовать reported speech. Пол сказал, что он плохо себя чувствует. Вот это прямая речь, да? А вот это, как в русском называется? Косвенная речь, наверное. Reported speech. Вот, Paul говорит I'm feeling ill. Compare. Direct speech. Direct. Paul said I'm feeling ill. Now, in writing we use these quotation marks to show direct speech. Ну, здесь они говорят, что в письменной речи, в письменном языке мы используем вот эти вот штучки, то есть кавычки, для того, чтобы показать прямую речь. Теперь смотрите, как делается reported, да? Вот это меняется на того, кто сказал, то есть он, да? А вот это время меняется на одно время назад. Present simple на past simple. When we use reported speech, the main verb of the sentence is usually past. Когда мы используем reported speech, основной глагол предложений, это обычно прошедшие. Paul said that. I told her that. Etc. Пол сказал, что... Я сказал ей, что... The rest of the sentence is usually past too. Остальная часть предложения обычно тоже прошедшая. Пол сказал, что он плохо себя чувствовал. Пол сказал, что он плохо себя чувствовал. I told Lisa that I didn't have any money. Я сказал Лизе, что у меня не было совсем денег. Что у меня нет денег. Что у меня нет денег. Здесь видите past и здесь past. Основной глагол, да? И вот это остаток предложения тоже прошедший. You can leave out that. So you can say Paul said that he was feeling ill. Or... Paul said he was feeling ill. Вы можете оставить that. Пол сказал, что он плохо себя чувствовал. Чувствовал? Ну, в русском чувствовал, чувствует как-то особой роли не играет, да? Пол сказал, что он плохо себя чувствует. Или Пол сказал, что он плохо себя чувствовал. Я хотел. Даже второе не подходит, да? Потому что, получается, как будто Пол тогда сказал, что он ранее чувствовал себя плохо. А здесь Пол тогда сказал, что он плохо себя чувствует. Поэтому так. Да. Пол сказал, что он плохо себя чувствует. Или Пол сказал Он плохо Себя чувствует Нет, но в русском нам обязательно Нужно что А в английском Не обязательно В русском Нам нужно что Потому что если мы опустим что Тогда будет как будто Пол сказал о ком-то, что он плохо себя чувствует Пол сказал Он плохо себя чувствует Так не пойдет Поэтому Пол сказал, что он плохо себя чувствует. Да, по-моему, так. Так, дальше. В основном, настоящая форма в прямой речи меняется на прошедшую форму в косвенной. Сравните прямую речь и косвеную речь. Вы встретили Анну. Вот некоторые вещи, которые она сказала в прямой речи. My parents are fine. I'm going to learn to drive. I want to buy a car. John has a new job. I can't come to the party on Friday. I don't have much free time. I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. Это все Анна говорит, да? Later you tell somebody what Анна said. You use reported speech. Анна said that her parents were fine. She said that she was going to learn to drive. She said that she wanted to buy a car. She said that John had a new job. She said that she couldn't come to the party on Friday. She said she didn't have much free time. She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back. Видите, здесь все в презенте, здесь все в пасте. Очень просто. Просто надо не забывать менять на прошедшее, когда вы... Просто надо не забывать менять на прошедшее, когда вы говорите reported speech. The past simple, did, saw, knew, etc. Can usually stay the same in reported speech, or you can change it to the past perfect. Had done, had seen, had known, etc. Past simple может оставаться past simple, или вы можете его поменять на past perfect. Прямая. Пол сказал, что я плохо себя чувствовал, так что я не пошел на работу. Пол сказал, что я плохо себя чувствовал, поэтому не пошел на работу. И косвенно. Пол сказал, что он проснулся. Больным или плохо себя чувствующим, поэтому он не пошел на работу. Или пол сказал, что он проснулся и чувствовал себя плохо, и поэтому не пошел на работу. Ну, одно и то же. Из грамматики все. Вот упражнение, которое вы сами можете сделать для себя. А в следующем уроке, может быть, мы пройдем с вами вторую часть. Reported speech to. А на этот урок это все. Спасибо за внимание. Нажимайте на рекламу и пока. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...